Продолжение поучениям святителя Иоанна Златоуста о покаянии и исповедании грехов. Итак, знаю, что совесть уклоняется и не любит мучиться воспоминаниями о грехах, но ты делай душе принуждение и налагай на нее узду. Она свирепствует, как необузданный конь и не хочет убедиться, что она согрешила, но все это сатанинское. А мы будем убеждать ее, что она согрешила, дабы она покаялась и, покаявшись, избавилась от наказаний. Как, скажи мне, ты хочешь получить прощение в грехах, не исповедав их? Согрешивший, конечно, достоин милости и сострадания, но ты, еще не убедившийся, что согрешил, как хочешь быть помилованным, будучи столь бесстыдным в согрешениях. Убедим же себя, что мы согрешили, не языком только будем говорить это, но умом. Не только будем называть себя грешниками, но и представлять грехи свои, исчисляя каждый порозень. Я не говорю тебе, выставляй себя на вид перед всеми, обличай себя при других, но советую следовать пророку, который говорит, «Предай Господу путь твой» Псалом 36, 5 стих. «Исповедуй грехи свои пред Богом, исповедуй пред Судьей, молись, если не языком, то памятью, таким образом ищи помилование. Если ты будешь постоянно содержать в памяти грехи свои, то никогда не будешь злопамятствовать на ближнего. Не говорю, если ты будешь только сознавать, что ты грешник, это не столько может смирить душу, сколько сами грехи, исчисляемые порозень, постоянно имея их в памяти. Ты не станешь ни злопамятствовать, ни гневаться, ни злословить, ни надмиваться, ни впадать в те же грехи, и сделаешься более крепким к совершению дел добрых». Добрых Господу нашему славу в веки веков. Аминь.